Плавательный бассейн в Партизанске Я мечтал в него попасть, поплавать хотелось. Ну вот он открылся, моя мечта сбылась. Меня записали. Я на карате ходил, я не совсем любил заниматься спортом. Меня, как сказать, родители отдали, я не хотел туда ходить. А вот я в бассейн записался, мне понравилось заниматься спортом. Ну для начала выполнить разряд, кандидат мастера спорта, а там, если получится, уже до мастера спорта добраться. В основном, ну, надежда на будущее, то, что дети, которые сейчас 6-7-8-9 лет начинают, то есть у них все-таки больше шансов каких-то добиться. Ну и даже у тех, кто, в общем-то, и поздно начал, все равно какие-то успехи уже первые намечаются. То есть третий год мы участвуем в первенствах края, ну, той же золотой рыбки всероссийских соревнований. Ну и есть уже призеры, победители краевых первенств. Один раз в месяц, то есть как минимум, мы где-то выезжаем на соревнования. Любое, даже самое маленькое соревнование, это лучше, чем самая лучшая тренировка. Поэтому чем выше рамк соревнований, тем выше, собственно, результаты. Данный вид спорта как бы не культивировался в городе абсолютно. За 4 года уже достаточно большое количество разрядников, ну и призеров краевых соревнований. Плюс у нас задействовано, ну, большой процент детей. Ездит Николаевка, Найвицкая, то есть ближайшие населенные пункты. Моя стихия – вода. Ну, раньше пробовала все, как бы на все занятия ходила, а когда в бассейн записала, сразу, ну, тут остановилась. Друзья будут есть. С друзьями с тренировок ходим на тренировки. Мне, как-то, и в моем возрасте уже достигают больших успехов. Не надо пропускать тренировки желательно. До конца школы выполню КМС, то пойду по спорту. А если нет, ну, будет так просто занятием в свободное время. Допустим, в прошлом году на чемпионате Приморского края было в составе сборной края, где они выиграли эти соревнования. То есть мы очень гордимся тем, что наш непосредственно ребенок партизанский оказал помощь в достижении результата. Сначала приходят, кажется, на ощупь пришли, просто посмотрите, узнать, что это. Сейчас, конечно, занимаются и понимают, что они могут достигать результаты в борьбе в краевых соревнованиях. Эти результаты, они растут, и мы видим, и мы, конечно же, рады, что сегодня у нас имеются и победители краевых соревнований, и призеры, и маленькие детки заинтересованные, которые бегут и стараются посмотреть на взрослых, как они плывут мощно, красиво. И они стараются, естественно, добиваются своих побед. Они у кого-то сегодня маленькие на очень маленьком уровне, у кого-то больше и выше планка поднята. И у нас систематически растет набор детей, и родители теперь стало очень популярно приводить детишек 5-7 лет. И они в первую очередь приходят к нам, записываются, и очень регулярно и добросовестно водят детей. И дети очень настроены на долгую перспективу с тем, чтобы получать именно результаты. В администрации Приморского края прошло совещание по итогам развития физкультуры и спорта в Приморье за 2013 год. Чего добились наши спортсмены, какие цели стоят перед ними в будущем? Смотрите далее. Сегодня у нас, в счетом политики губернатора Приморского края, очень большие силы и средства вкладываются и планируются в положение в спорт на территорию Приморского края. Мы все слышали про универсальные спортивные площадки, которые на сегодня уже объявлены конкурсы. И до первого сентября планируемся установить, что на сегодня у нас закупается оборудование в свете по панализации нормы ГТО, закупается оборудование для нормы ГТО и в принципе для физического развития наших детей. В целом, мы должны понимать, что любая профессиональная команда, которая у нас сегодня действует на территории Приморского края, как будто Адмирал, как будто послепольный блок «Спартак», как будто Луч-Энергия или Приморская, которые достаточно успешно выступают в своей области, это некий автоматик. Например, для наших детей, которые следуют за командами, и в рамках развития команды должны приходить в массовый спорт, потом приезжаться кто будет достойный, кто будет профессиональный спорт. И в итоге эта задача, чтобы Луч-Энергия, Адмирал, послепольный блок состоял только из Приморских игроков. Это такая вот генеральная задача всех профессиональных команд, которые у нас сегодня, это работа, это игра. Основная наша задача, чтобы все наши дети, все наши подрастающие поколения уходило в Садуров, уходило с Лавочевской мечи, приходило в спорт. Пускай не профессиональный, пускай это будет альтернативный вид спорта, снов, бортский, борт, белосипеды и прочие вещи. Мы это будем только поощрять, и вот это, наверное, наша задача. В результате принятых действенных мер показателей проведения и участия приморских спортсменов в официальных физкультурных спортивных мероприятиях за 2013 год существенно улучшены по сравнению с 2012 годом. Следует учесть, что с 2013 года Департамент физической культуры и спорта фонсируется не только проезд, но и питание и проживание участников соревнований. С учетом роста основных показателей выполнения календарного плана официальных физкультурных мероприятий соответственно роста спортивного мастерства спортсменов за 2012 год значительно улучшены показатели по выполнению спортивных разрядов. Первый спортивный разряд – 918 человек и кандидат в мастера спорта – 780 человек. При сохранении данной тенденции в ближайшие 2-3 года следует ожидать увеличение количества спортсменов приморского края, включенных в различные сборные команды России. Необходимо отметить, что только по итогам 2013 года количество спортсменов приморского края, включенных в различные сборные команды России увеличилось на 32 человека, рост в 22,4% и составило 143 спортсменов. Рост и царительство приморских спортсменов в различных сборных командах России напрямую связано с увеличением финансирования на командирование членов сборных команд приморского края для участия в соревнованиях. За 2013 год спортсменами приморского края на соревнованиях в различном уровне завоеваны 352 золотых, 291 серебряная и 288 бронезовых медалей, что в целом превышает показатели 2012 года. Приморские кудоисты триумфально выступили на первом Кубке Азии по кудо, который прошел в Фетисов арене. Обладатель первого места в своей категории Игорь Пермин рассказал, что для него значит его победа и почему выбрал этот вид спорта. Для меня это была высшая ступень, скажем так. На более крупных я не выступал преждевременно. До этого выступал на чемпионате России. Становился призером в этом году. Выступал на Кубке Азии, выиграл, стал первым. Высшую ступень для меня. Не особо чувствовал, как сказать, победу. Не ощущалось еще. Только, наверное, через какое-то время понял. На мое гражданее понял, что выиграл. Занимаюсь 7 лет, так как учился в этой школе, 25-й, которая рядом с этим спортивным залом. Живу здесь же, как бы все рядом. Пришел, посмотрел, посмотрел тренировки, понравились. Начал тренироваться. Интерес всегда есть, я думаю, надо стремиться, стремиться к большему. Для себя понятно, тренируешься, а надо выступать, побеждать. Планку, я думаю, еще не выполнил. Нужно стремиться к большему, стать чемпионом мира. Но есть много шансов, надо тренироваться больше. В принципе, миссия выполнима. Кудо – это вообще вид спорта такой, где присутствует борьба, ударная техника. То есть она схожа с боями, как бы, ну, без правил. Поэтому, как бы, все стили тут, смешанный стиль. Поэтому, ну, и защита своя, которая в менее травматичном шлеме. Удары, конечно, ну, на соревнованиях, я думаю, всех полную силу бьют. Там, оцениваться по-своему, как бы, шлем, ну, своя защита. Шлем, он предохраняет от травм. Все равно в шлеме можно, как бы, и сломать нос, и разбить губы. Поэтому шлем – это так, для более такой защиты. А так, травмы все равно бывают. Конечно, отрабатывают, а все, приходится тренироваться и в борьбе, и в ударной технике. Ну, как бы, предпочитаю больше ударной технике. На улице я считаю то, что помогло только в том плане, потому что, ну, как-то характер закаливает, вырабатывается, ну, свой характер. Ну, уважение, конечно, друзей всегда присутствует. В КУДО есть свой этикет, которому каждый спортсмен должен придерживаться. Есть своя клятва, которая дует перед боями. Этим самым закаливается дух, сила воли. Молодежь более привлекает смешанный стиль, где и борьба, и ударная техника. И все это сочетается, ну, я думаю, молодежь это привлекает, и поэтому стоит пойти именно на этот вид спорта. Спорт в первую очередь закаляет дух, характер свой появляется. Надо, я думаю, считаю то, что с малых лет надо заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова